Значит, первый результат. У моей приятницы в Белгороде вот такая большая собака, по-моему, кавказская, что ли, сторожевая. И она в октябре месяце родила двух щенят красавчиков таких. И мы приехали к нему в гости в конце января. Вот такие два собачонки красивые и их мама парализованы, то есть две ноги у нее не становятся. То есть ей уже Владимир сделал погост вот такой, ну, деревянный, чтобы во время зимы она не по земле таскалась, а вот как бы по настилу вот этому. Я приезжаю, говорю, Людмила, почему ты наш продукт не попробуешь? Она говорит, нет, молчи, я смотреть на это не могу, надо усыплять. Ну, говорит, она такая огромная, ну, чтобы грузить ее куда-то с кем-то, надо везти, это очень трудоемко, говорит, не могу позволить себе это сделать. Я говорю, ну, давай попробуем наш продукт. Она, о чем ты говоришь? Она, хотя, наш партнер, о чем ты говоришь? Я говорю, ну, что тебе стоит? Она, ой, забудь. Я говорю, ну, а я не могу успокоиться, как это так? Я говорю, ну, давай попробуем. Она, ну, делай, что хочешь. Я взяла пластинку слайда, штук 9, выщелкала их молоко, добавила хлеб и подождала, пока теплое молоко растворит наш слайд. Вот. Ну, она так посмеялась надо мной, говорит, ну, чем быть, все не тешилась. Вот. Я говорю, ну, пошли покормим. Ночь уже, зима, мы вышли, поставили, он так быстро этот молоко вкусно же, собака съела, все. Ну, и мы успокоились. Думаю, ну, нет, мне жалко животного. Утром рано стояла, наша машина стояла впереди, а муж потом подъехал. И, наоборот, вернее, как-то там с машинами нужно переставить. Ну, встаем, чтобы машину поменять, не ставили во дворе. Владимир выходит, свою машину догоняет, ворота открывает, и собака помогает ему. Он не сразу понял, что она вокруг него вертится. И он остолбенел. И мы на порожках стоим, вот такие. Собака на четырех ногах. Здравствуйте. Здравствуйте. В общем, есть у нас кот, любимый кот в семье. Он на руки не дается, ничего, но погладит, любит, все такое. Ну, у всех, у кого есть животные, знаем, какие они любимые, какие они хорошие. Внезапно спрыгнул с дивана, почему-то начал таскать лампу, одну, беременную. Ходил, вот так вот хромал. Я думаю, что случилось? Я боюсь за него, но кот любимый. Повезли в ветеринарку, сказали, у них такое, ну, по пародии. Сейчас у вас случается, Костя слабый, из-за того, что они в маме здесь, и что это навсегда, и что он так постоянно перебудет. Ну, мы в шоке, конечно. И на фронте это как? Как же кот, ну, как же он посмотреть на него, как он мучится? Мама говорит, давай дадим свадьб. Это же животное, как ему можно человеческий продукт давать? Ну, это же не сработает, что удобно. Ну, как, ну, да ладно, сама без муку. Феликс, феликс, растворили. Растворила там куда-то что-то, он слезал, скушал. Буквально через пару дней я смотрю, кот на обрез на как ходит, ну, на всех четырех лампах. Я просто в шоке была. Ну, это не могло просто так само пройти, меня врач предупреждал. Что так не было. Не бывает такого, что постоянно он будет теперь лапку паскать. Ну, кот у нас здорово, все в порядке с ним. И еще один результат, который мне подарила моя племянница. У них вот такая черепашка маленькая была. Ребенок маленький, купили черепашку, она за ней ухажет. Черепашка, то ли Криси там как-то ее зовут. И звонит Олесе, говорит, Нин, ты понимаешь, у меня какая беда? Черепашка заболела. Сыкроп поменяла воду, в этом, в аквариуме, ну, холодную, заболела, у меня не было. И она не ушла этой холодной водой, сделала замену. И черепаха простудилась, пневмония, кашляет. А что вы думаете, вот у кого есть дети, вы понимаете, что Вероника плачет, мама кашляет и падает на панцирь, и вот так все. Ее повезли в эту клинику, 1200 стоит рентген, потом 1700 стоит ухо, потом нужно вовремя по записи приехать. Олеся бросает все свои дела через всю, через весь город, берет от Чипаяху и тащит ее туда. И колет, и что-то делает, просто караул. У нас звонит Орфим, я заколебалась, и в 4 дня вожу черепаху. А я говорю, выбросит ее куда-нибудь, куда-нибудь выброси. А она говорит, как я выброшу, ну, купи другую. Она говорит, я не могу, она-то все приметы знает. Все это, как я такую похожую найду. Я говорю, боже мой, что делать. Выходы проходят, не колори, и черепаха в понедельник, у нее воспаляются глаза, гноятся все, и она лапами начинает драть глаза. И разодрала все на крови, то есть уже эта кастрофа. Я звонила, слушая, что это, положи наш Мелс в банку стеклянную и положи черепаху туда. Она говорит, может, поможет, я говорю, не знаю, я пробую. Мы положили две конфеты, растворили, и положили в трехлитровую банку, на дно, сколько там, литр такой, да? Положили черепаху, потому что через горло пролезало. Через полчаса Олеся звонит, Нин, она бьется во все стекло, говорит, дожила вообще. И она начала вот так интенсивно царапать со стекло, она что делала? Выливаем вместе с этим раствором большой этот объем. И моментально, когда они не пью, шли. Через полчаса у черепаха вообще регенерация быстрая, да? Скорость своего метаболизма быстрее, чем у других животных. Поэтому, вот кто не верит, посмотрите на животных. Ну, у меня, все, кто меня знает, у меня питомник большой собак. Большие, крупные собаки, где-то весом от 50 до 80 килограмм. И маленькие, мелкие. И вот два, две крупных собаки, в общем-то, они достаточно. Один молодой, ему года три. Была травма, травма колена. И пока там оказались, была страшная травма. В общем, разрушаться начало все. Коксоатрос, ну, вот животных называется дисплодия. Это замена, должно быть, сустав тазобедренного, коленного. Значит, если на коленку мы сделали, на колене операцию, вы мне предлагали его усыпить, то уже на тазобедренный невозможно было делать, он разрушался. То есть, ну, этот процесс, вы понимаете, что такое, да? У людей, у животных действительно процесс идет очень быстро. Так же быстро и в одну и в другую сторону. И вот на одном слайде, один в день, то есть он весит, как человек, где-то около 60 килограмм, перенес две операции, это вообще как ошмар какой-то. И на одном день курсами, я даже не постоянно даю, то есть месяц, вот два-три дня проходит, он, да, болтает у него ноги, конечно, видно, что суставы там, да, кто понимает в этом, никого не понимает, не замечает, но он двигается, он жизнерадостный, и видно сразу, когда, вот он, одну дверь, если, например, есть боли, один-два дня, и все, настроение другое, он носится, он вообще не замечает. И точно так же здорово. И с мелкими то же самое. У мелких другая порода. Есть те самые крошечные миники, которые как йорки, как там, для другой породы. И когда вот такие маленькие детки рождаются, самая страшная вещь, их нужно обязательно проглистоколить, да, это, они, как правило, от этого погибают. И не глистоколить нельзя, и потому что перистанция-то слабая, там это все, как химические препараты, они же, они погибают и трамбуются там, да. Вот у меня недавно совсем был такой миник, и только, вот, выжали, Мишка когда-то сказала бы, ББС, только на наших вытащили, значит, растворяло МЭЛС после этого, и потом все там, и АИС, и витамины, потому что он ничего не ел, и все, и сейчас прекрасный щенок он вылез. Я знаю, что я бы не вытянула его из этого, потому что я уже четко знаю, если уже там кучу всего применяешь, там уже отработано там зеленое масло, это все, кому-то поможет, кому-то нет. А вот на наших вытащили, безопасно от них. Безопасно от них.